Все пойдут и вопросы по людьми. Я уже. Куда населись, да? Рядом, да. Сейчас по телефону. Привет, ребята! Привет, привет, привет! Опа! Все собираются. Как там ваш понедельник? Все, наверное, на работе. Или уже едете с работы? Привет! О, Вика, привет! Смотри. Так. Ну что? Пошли вопросы. Я как раз их ждала. Это вы, наверное, все в недоумении. Почему выгнали станцию? Я не знаю. Просто, во-первых, я была вчера очень уставшая. Прям вообще не было силы. Если вы заметили, я даже в гринруме не сидела. Еле станцевали мы с Женей, правда. А выгнали, потому что мало проголосовала, видимо. Есть такая штука, когда многие просто думают, что за нас и так проголосуют, за нашу пару. И отправляют там либо решают не отправлять смс-ки, либо решают отправлять смс-ки за другую пару, типа более слабее, чтобы поддержать. Либо вот так вот. И вот получилось так, что для нас было мало голосов, и мы не прошли дальше. Но я, на самом деле, очень этому рада. Я не расстраиваюсь, потому что для меня это был какой-то наш марафон на выживание. И вчерашний эфир был просто ужасным. Мы еле выдержаны вместе с Женей. И просто у Жени очень много проектов. У меня очень много и проектов, и гастролей, и выход нового альбома на носу. Помимо этого, я еще взялась за арт-выставку. Поэтому я хочу себе попробовать еще в одном направлении, в сфере художества, и не только художества, художественных инсталляций. Мне это очень нравится. Я раньше в детстве это очень любила, и сейчас хочу это реализовать и этим заняться. Поэтому, конечно, времени катастрофически на танцы не хватало. Мы репетировали по ночам, дорепетировали. Вот вчерашний номер мы вообще собрали буквально позавчера ночью за три часа. И уже репетировали и отрабатывали, собственно, воскресенье на площадке перед эфиром. Ну, я не расстраиваюсь. Я, наоборот, очень обрадовалась, потому что, правда, это уже просто превращалось в какое-то полнейшее высасывание энергии всего на свете. И я не получала ни радости уже от этого, ни удовольствия. Я просто каждый раз приезжала в воскресенье как на каторгу, потому что, ну, это свои нюансы. И очень тяжело было совмещать. И, в общем, когда мы вели переговоры с каналом 1плюс1, они знали, что у меня уже на полгода распланирован, какой у меня график, и сколько у меня концертов. Но, в общем, мы решили рискнуть. И вот есть что есть. Я считаю, это тоже неплохо. Пять эфиров — это тоже хорошо. Вот так. Спасибо большое за комплименты. Единственное, знаете, что мне жалко, это то, что у меня было три постановки, которые я хотела сделать, и я их не успела реализовать. Они очень классные, интересные. Но я думаю, что я это тогда как-то интегрирую в свое шоу. И где-то, в общем, это обязательно покажу. Вот. В новом шоу, который я готовлю уже. Уже началась подготовка к украинскому туру. Ну, поэтому все будет классно. Да, я из Павлограда. Так. Так, один факт обо мне только самый интересный. Я не знаю. Давай этот факт скажет мой муж. Какой обо мне факт интересный? Не знаю. В смысле? Ну, в прямом смысле, я не знаю. Все интересно, ты вся интересная. Я пью чай с молоком. Я пью только черный чай с каким-то растительным молоком. Кофе почти перестала употреблять. Вот, интересный факт. Дальше. Жду в Питере. Я тоже с удовольствием приеду в Питер. Концерт сольный в Питере был потрясающий. Скоро будет опять сольный концерт. Приветики, приветики. Спасибо за комплименты. Так, из какой я школы? Я училась сначала в девятнадцатой школе, а потом в Павлоградском городском лицее. То есть, она же десятая школа. Так. Это постановка, когда ты вылетела из танцев со звездами. Нет, это просто так случилось. Просто я уже очень уставшая была. И, наверное, вы это почувствовали. Вот. И дали мне возможность отдохнуть. Вообще, каждый хочет думать так, как ему удобнее. Поэтому не хочу никого переубеждать. Но, знаете, просто одно, что я реально рада. И сегодня у меня, наконец-то, выходной день. Я сходила на массаж. Я попаду, наконец-то, на маникюр. Посмотрите, у меня ногти. Так, через экран не очень видно. Но они подрастали уже где-то на сантиметр. Потому что я просто даже на маникюр попасть не могу. А в прошлый раз мне вообще делали маникюр в то время, как я спала перед концертом. Я отдал тебе свои сварочные очки на концерте в Киеве. Спасибо большое. Спасибо большое. Они шикарно у меня. Пока что лежат дома в коллекции моих очков. Потому что, если вы не знали, я коллекционирую очки и духи. И кроссовки. Есть у кого взять пример? Да. У меня просто огромная коллекция очков и духов разных. Я обожаю. Просто это мой фетер, скажем так. В Гамбурге скоро буду. Осенью, да? Осенью. Осенью. Это, по-моему, ноябрь месяц. Да, мы сейчас планируем как раз тур по Германию. Поэтому совсем скоро. И город себе тоже в списке. Где будет арт-выставка? Пока что не знаю где, но это будет передвижная выставка. И она посетит очень много городов. Украина, Россия, Белоруссия и Европы. И возможности, пусть даже в Турцию заедем. И самое главное, ты открываешь ее. Да, да. Я каждый раз буду приезжать в новый город и открывать ее сама. В Сочи, наверное, будем в ближайшем времени, мне кажется. Ну, до конца года еще непонятно, но в следующем году точно будет. Вот. Так, когда в Харьков? В Харькове я буду в клубе Миста. Вот совсем скоро. Совсем скоро, да, будет день рождения клуба. Поэтому welcome, ребята. Приходите. 18-го, по-моему, да, там? Честно, не скажу, лучше. В общем, в Харькове я буду, по-моему, в следующем месяце. В клубе Миста на дне рождения Миста. Я сейчас в СПА. Вот так вот. Так, спасибо, спасибо вам за комплименты. Так, ты не делаешь кастинг в свой танц-коллектив? Пока что не делаю, потому что у меня на данный момент все вакансии заняты. Я еще не столько расширяю свой балет. Пока что я вхожу с тремя девочками на более большие концерты четырьмя, а на очень большие концерты пять-шесть. Ну, там все уже старички заняли свои места. То вот еще с самого начала со мной. Так, а ты зараз за кого? Яку пару будешь петримулатым? Я буду поддерживать все пары. Вот. Потому что ребята очень много работают. Это колоссальный труд, особенно для тех, кто никогда не сталкивался с танцами. И кто-то учится вообще с нуля это делать. Поэтому выделять кого-то одного я не буду. Я хочу пожелать всем успехов, всем удачи. В любом случае, они заслужили, заслужили в каждой из них быть первым, просто потому что осмелились это сделать. Поверьте, это очень тяжело. И вообще, ты на этом проекте борешь многие в себе штуки, многие там комплексы, постоянно выходишь из зоны комфорта. И это достойно уважения. Когда тур в Испании? Пока что нет. Не знаю, пока что не планируешь. Так, Подольск пока что тоже не планируем заехать. Будет очень красиво. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, ребята. С кем из участников больше всего подружилась? Да, вот с Надей Матвеевой мы очень хорошо общаемся, с Женей Котом, и Ксенией Мишиной очень хорошо общаемся, потом с Дизио хорошо общаемся. Там как-то это сложно выделить, потому что мы постоянно все вместе находимся, вечно какие-то шуточки травим, там постоянно, ну, то есть, как-то тяжело выделить, правда. Плюс я не так много времени пробыла для того, чтобы там как-то, знаете, кого-то одного выделить, поэтому там с тем понемножку, с тем понемножку общались. Сильно волосы испортились из-за блонда. Сильно. Правда. Планирую через спору уже опять стать брюнеткой, реально, перейти в свой натуральный цвет. Я уже устала краситься, это, конечно, просто адский труд, поддерживать постоянно красивый белый цвет волосы, и, в общем, да, скоро опять буду брюнеткой. Так. Альбом будет в ноябре. Альбом будет называться Hellcat Story. Это мини-альбом, 4 трека, 4 клипа. Это будет музыкальный сериал. Каждую пятницу смотрите на моем YouTube-канале, на всех интернет-ресурсах новую серию Hellcat Story. Ноябрь будет очень жарким. Не пропусти. Так. Ты достойна финала. Спасибо большое. Я приду выступить просто в финале, просто выступить. Со своим новой песней из альбома. И с новой хоряшкой. Обещаю, вы будете восторнить. Потому что я уже просто там писешь кипятком. Это выглядит, правда, очень потрясающе. Так. Можно через директора пообщаться касательно арт-выставки? Конечно. Можно? Номер телефона в профиле. Да. Краснодар. Пока что не знаю, когда в Краснодар. Линии одежды. Вот. Смотрите. Я как раз закончу линию одежды свою. Пока что сделала только юбки. И из-за танцев не успела сделать блузки. А я планировала в сентябре уже выпустить блузки, новые юбки. Вот. Поэтому ждите в октябре, в конце октября новые блузки, новые юбки. Это будет просто потрясающе. Девочки, вы будете просто самыми писами, королевами, какими только можно быть. Так. Так, Франкфурт когда? Не знаю пока. Вообще не знаю. Хмельницкий. Хмельницкий. Так, надо посмотреть расписание тура. Не знаю. Буду, не буду в Хмельницком. Но, по-моему, он там есть. Так, что еще? Так, спасибо вам большое за комплименты. Спасибо большое. Так, у меня в октябре начинается маленький украинский тур. Нет, не в октябре. В ноябре. В ноябре. В ноябре. Маленький украинский тур. Я буду... 21 числа. Херсон. 22. Запорожье. 23. Днепр. 25. Бравары. 26. Полтава. 27. Черкасса. 29. Прага. И Прага, да. Так, немножко в разброс. Ну, в общем, обязательно. Вот мы вам сказали, города пока что, в каких будет т-тур. Если вы там находитесь где-то поблизости и вам хочется посетить мой концерт, то приезжайте в эти города. И билеты посетим. Билеты уже есть. Так. Всегда черновцы. Пока что не знаю. Да, один разочек я у вас была с концертом. Мне у вас очень понравилось. Так. Саша, ты у меня красивая. Девочки пишут. Спасибо большое. Так, Винницы пока не планируем. Потом еще был вопрос по поводу мальчика в балете. Пока что тоже не планирую. У меня иногда точечно со мной выступают мальчики в балете, но это такая больше... Ну как, ну казаки. Ну да, казаки для картинки, но в основной состав у меня будут девочки все-таки. Я по девочкам. Так, всем привет-привет-привет. Так. Класс. Люди уже знают и идут на концерты, которые будут. Когда в Одессу? В Одессе у нас, кстати, планируется концерт. Единственное, что мы еще не выбрали площадку и формат. Может, хотелось бы, чтобы это было необычное и был эффект вау. Какая самая любимая песня в твоем же исполнении? Ту-ру-ру-ру. Не знаю, не знаю. Сама, наверное, мне больше всего нравится. Топ-3 любимых мест в Киеве. так это кафе мимоза на бессарабке бесплатная реклама кафе мимоза на бессарабке это аргентина гриль на баллоне и это спа в хилтоне собственно вот так привет привет из одессы да да что еще не успевать все ваши читать все вопросы если бы не устала продолжать участие в шоу я бы я и принципе уставшая была готова продолжать участие в шоу просто и конечно с таким графиком это было бы все меньше и меньше танца больше бы театральности импровизации и так далее но правда если бы мне был не такой жесткий график то есть если бы более размеренной жизни то конечно танцы были бы в разы фееричнее чем вы видели потому что за два дня а иногда там за ночь мы готовим постановку и отрабатываем и выходим потом с ней на паркет и естественно тут тоже организм не всемогущий ты успеваешь освоить то что ты успеваешь освоить вот поэтому для тех обстоятельств которые у нас были мы же не реально молодцы потому что у меня четыре концерта в неделю по 7 8 перелетов я каждый на каждый раз на эфир приезжала после трех четырех дневного гастрольного тура самолета ехала на эфир и с эфира ехала обратно на самолет и улетала и в таком графике конечно жить практически невозможно готовились там по скайпу номера в гостиницах тоже не приезжал куда-то ко мне на гастроли то я когда приезжала сюда на один на денек на два готовилась тут это постоянно ночные репетиции это отсутствие сна два-три часа наверное в последний месяц я в сутки спала по два по три часа и даже не помню дня когда бы я реально позволила себе поспать хотя бы восемь вот и на здоровье это очень сильно сказывается конечно ты становишься нервным плохо себя чувствуешь плохо выглядеть начинаешь начинается проблемы с сердцем постоянно у меня давление началось вот поэтому это хорошо здоровье все-таки важнее и если вот будущим звездочкам и не только будущим просто звездочкам которые меня смотрят если вы принимаете решение участвовать в таком телешоу то тогда вам нужно реально разгружать свой график и участвовать уже с разгруженным графиком потому что с полной занятостью это фактически невозможно ну еще и конечно хотелось бы нашим телешоу просто сказать что ребята если вы хотите брать топ артистов к себе в телешоу то пожалуйста соизвольте хотя бы платить им гонорары для того чтобы артисты могли себе позволить реально принимать участие в вашем телешоу отменять гастроли и содержать свою команду потому что поверьте у каждого из артистов из хорошо известных артистов у него большая команда там звукорежиссер балет там пиар-менеджеры директор концертный директор там много людей за тобой стоит и перед которыми ты тоже несешь ответственности которых ты должна обеспечить работает которых зависит от тебя зависит их заработок и вообще их дальнейшая жизнь и комфорт их жизни и ты не можешь подводить свою вот такую вот семью потому что все равно эта семья и поэтому приходится вот так вам не платили на танцах и этом платье гонорар но он очень маленький расходов он не покрывает потому что там стилиста визажиста хореографов постановщиков я оплачивала сама и привлекала своих хореографов и поэтому были отличались у меня костюмы поэтому вот отличались у меня постановки и так далее потому что все таки и многие ребята поверьте многие кто там участвуют если вот крутые номера которые сделаны в основном это артисты за свой счет при как привлекли хореографа или визажиста или и поэтому получили вот такой результат так тур по америке будет на 2020 год и мы его на осень 2020 года мы перенесли к сожалению у нас возникли некоторые технические сложности и в том числе с визами вот и и поэтому пришлось перенести тур вот так я кстати очень поэтому вот по этому поводу я очень сильно расстроилась ну что я ждала этого полгода ну ладно ничего страшного значит следующем году приеду к вам уже с музыкантами с фул составом балетом со светом со всем фаршем вот так вот так 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 ливана франкисской ой пока не знаю что когда в болгарию тоже пока что не знаю но очень бы хотелось приехать спасибо за комплименты я вас я вас тоже очень люблю так в казахстане в казахстане ближайшее время пока ничего нету так я целый отпуск планировала под ваши выступления в майами боже мне так жаль простите капец я тоже очень хотела поехать правда но сами понимаете есть есть выдача виз и она есть и с этим нужно как-то справляться вот так и не всегда получается так как мы хотим и так как мы планируем к сожалению у меня ребенок боится твоих клипов особенно карлик не знаю даже что ответить просто очень странно да ну для меня всегда люди маленького роста очень для меня не всегда ассоциируется с какой-то сказкой с мистикой знаете помните вот да да то есть с там гарри поттером то есть возможно вам стоит показать вашему ребенку гарри поттера и посмотрит этот фильм и перестанет бояться будет тоже воспринимать это как как сказку как мистику вот так вот сольник киви будет обязательно будет сольник киви он будет следующем году и я хочу взять дворец спорта вот но может быть еще и будет у нас в другом формате до конца этого года анплактовое выступление анплактовое выступление очень хотим вот сейчас я делала выступила для mtv с анплактовым концертом это было очень классно мне так понравилось и вообще песни были абсолютно по-другому зазвучали ваши любимые хиты не менее круто вот это было по-другому это было очень интересно поэтому ждите объявления анплакт и скоро будет так моя любимая книга а ой не знаю вот и в основном вот такую литературу я очень люблю вообще конечно гарри поттера я люблю больше всего но естественно вот так что хотелось бы альбом акустику возможно сделаю возможно запишу в акустике альбом посмотрим еще что что я хочу сказать что будет фан-встреча фан-встреча в киеве будет она будет начале октября следить за новостями мы сами увидимся песни будут на украинском языке но будет уже в я сейчас работаю над песнями для шарлотту туту и для шлакоблочины так что два моих новых альтер-рега скоро вы услышите люди пишут и красивее меня странно почему поэтому все будет красиво вам понравится и там будет песня на украинском языке в альбоме будет песня на английском но не менее крутые но этника будет присутствовать в новом альбоме ждем песню с жархалибом ооо точно скоро тоже выходит дуэт с жархалибом вот и песня очень крутая кусочки вы уже слышали у меня в инстаграме у него в инстаграме вот нас ждут в октябре месяце финальные штрихи и все и воля и песня будет на просторах интернета сможете слушать наслаждаться в москве будет фан-встреча в москве будет фан-встреча просто чуть позже чем в киеве новая шлакоблочина скоро будет и шлакоблочина скоро запоет вот так вот спасибо спасибо за комплименты да слова за тобой иду по тонкому льду там такие слова есть так покажи тату вот она у меня всего знаю хочу ли я принять участие еще в каких-то шоу ну может быть только может быть как жюри там как судья или наставник но как как участник не хочу вот так вот есть любимая фирма нижнего белья конечно есть все рекламы агент провокатор мне нравится они снимают такие крутые рекламы у них очень красивое нижнее белье потрясающе еще очень много украинских брендов мне тоже нравится там Жилева к примеру вот но агент провокатор это просто ван лох так привет город Киржич привет общаетесь с Женей после танцев конечно мы с Женей до танцев общались он у меня в балете танцевал на больших концертах вот и собственно поэтому я его позвала вместе с собой участвовать любимый аромат любимый аромат любимый аромат скорее всего я вам сейчас скажу это духи это духи Ле Ля Бо Сантал 33 вот это мой сейчас мой любимый аромат либо Киллиан Киллиан Мунлайт вот два ароматика которых я просто обожаю а вообще у меня просто очень много я их все очень любят у Саши есть какие-то? у Саши нет вот такого у меня нет другого почему я перекладываюсь в блондинку потому что я всегда хотела пробовать любым блондинкой ходить в одном цвете волос это дико скучно и мне нравится на самом деле блондинкой это быть очень прикольно но только очень тяжело это поддерживать постоянно этот цвет волос какой у меня оттенок я не знаю какой оттенок мы просто стараемся краситься всегда какой-то пепельный вот пепельный мне идет плануете Детину? конечно планую Детину просто чуть попозже так нравится Лана Дел Рей? нравится ну нравится ее в общем старые вот эти вот альбомчики одни из первых песен любишь армян приедешь к нам в Армению если будет возможность и будут запросы на концерты конечно приедешь будешь ли ведущей на балконе в танцах не знаю посмотрим возможно да может нет как будет со временем дела обстоять я родилась в городе Павлограде вот так в Ташкенте я пока не знаю когда я Чернигов тоже пока не знаю в каком месте будет фан-встреча вот еще в поисках но я за Гулливер потому что это в центре города всем удобно и много места так я правда я очень люблю животных я вообще очень люблю природу если честно и меня очень огорчает вот небрежное поведение с животными и с растениями вообще в принципе потому что и моя философия в том что и животные и растения имеют душу им тоже больно и они они не общаются как люди языком там голосом словами они общаются эмоциями вот и мне кажется им в войне больнее это больно когда мы делаем им больно и нужно реально просто беречь вокруг себя и уважать нашу планету и в общем быть добрее как минимум особенно особенно к окружающему миру так когда тур по Беларуси пока не знаю но я точно скажу что я буду сольным концертом в октябре в Беларуси в Минске вот так вот когда ф. когда фицник химиинах у-у-у с удовольствием бы сделала фицник химиинах не знаю не знаю так да спасибо большое за поздравления Сайрен Солнц стала трижды платиновой. Чему я очень радуюсь. Спасибо вам большое. Еще раз про фан-встречу. Она будет в начале октября. Она будет в Киеве. Как тебе сравнение с Мадонной? По-моему, она уже отошла. Мне очень приятно сравнение с Мадонной, потому что она легендарная личность. Она, в общем, останется навсегда в истории. Она история стала, правда. И я ее очень уважаю, очень ей благодарна за тот прорыв, который она совершила в музыке. Будет ли еще концерты в метро? Не знаю, но мне очень понравилось. Я бы с удовольствием еще. Делайте почаще эфиром. Я очень постараюсь. Не всегда есть возможность, но я очень постараюсь. Ну что, отвечаю на несколько последних вопросов и иду дальше отдыхать и обходить все хамамы, все сауны, которые только есть. Так, листаю на низ и смотрю. О, самый распространенный концерт. Можно ли попасть в вопрос? Можно ли попасть на твой концерт, если я несовершеннолетняя? Можно с родителями. С родителями можно попасть на концерт. На концерте в Киеве мы такой практиковали. Все ребята приходили с родителями в общем и их запускали. Так что в таком случае все окей. Еще раз про новый альбом скажу. Опять вопрос мелькнул. Он будет в ноябре. Называется он Hellcat Story. Ждите, все будет офигенно. Почему на танцах была всегда последняя? Это не моя была инициатива. Вы не поверите, я ненавижу выходить в последнее. Потому что пока дождешься, уже вообще весь энтузиазм спадает. Мало того, опять же, я приезжаю, как всегда, с самолета. Миллион лет не спавшая. И я пока дожидаюсь своего выхода в 12. Я уже успеваю 10 раз именно сидеть, зевать, заснуть. Уже вообще нет никакого настроения выходить. Единственное, о чем я выходила и думала, это когда наконец-то я пойду в люлечку. Хоть немножко посплю в кроватку. Поэтому я сама это терпеть не могла. Выходить последнее. Но продюсеры шоу решили ставить вот так. Поэтому было так. Приходили ли на концерт 12-летние дети? Приходили. Приходили. С родителями только? С родителями, да. Так, в Германию собираюсь. Опять же, повторюсь, осенью 7 городов. 7 городов. С любыми родителями можно прийти. Хоть с молодыми, хоть с пожилыми, хоть в самом соку. Можно даже с бабушками приходить. Кстати, у нас была история, помнишь, в Риге. Да, кстати, в Риге, правда, был один из самых интересных концертов. Потому что, когда мы выступали, была такая интересная публика. С одной стороны стояли дети с родителями. С другой стороны, посредине уже такая молодежь. А за столами сидели реально люди в возрасте, такие уже старше 50-ти. Это было очень интересно. Причем, что самое интересное, в косынках, в кожаных штанах. Да, да, такие стилевые. Короче, было очень классно. Будет ли фан-встреча в Павлограде? Я очень жду. Ой, не знаю, потому что в Павлограде я бываю крайне редко. И приезжаю это на день-два. И у меня там есть только время выделить своей семье, за которой я очень сильно скучаю, которую я очень редко вижу. Поэтому по поводу фан-встречи в Павлограде это, конечно, большой вопросик. Певица Сия мне очень нравится. График концертов на октябрь мы выложим в конце сентября. Нет, ребят, пока что не будет. Мы выложим сольные концерты, большие концерты, там, где можно кайфануть от масштаба. Купить билеты, да, и прийти. Спасибо большое. Спасибо вам за комплименты. Тебе нравится быть лесбиянкой? Ой, это очень смешно. Я даже не хочу так комментировать и на это отвечать. Откуда черпать вдохновение? Откуда? Из внешнего мира, из природы, из красивых фильмов, из хорошего настроения. Ну, нужно радовать себя, наполнять тем, что вы любите. И оттуда появляется вдохновение. Вот так вот. Кстати, конкуренция тоже рождается вдохновение. Поэтому это тоже очень классный стимул для создания чего-то нового. Вот так вот. И все, ребят, спасибо вам всем большое. Я поехала дальше отдыхать. Очень рада, что вы меня поддерживали. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши голоса, за то, что вы со мной. Я вас очень люблю. Мы обязательно увидимся с вами скоро. и в моих интереснейших проектах, в новом альбоме. В общем, осень обещает быть жаркой и очень интересной. Спасибо вам огромное. Пока.